Масштабный ремонт Первомайского проспекта решение вынужденное и назревшее уже давно. Реконструкцию теплотрассы было решено разбить на два этапа. Цена вопроса первого из них больше 100 миллионов. Протяженность труб на замену полтора километра. Плюс еще 500 на втором этапе. Первомайский проспект будет ремонтироваться в два этапа. Первый этап с 9 июня по 12 июля. И второй этап будет у нас с 16 июля по 17 августа. Значит, в первом этапе мы будем ремонтировать рядом с площадью Победы. То есть всю Победу, заезжая на Завражину. Трубу менять необходимо. Значит, диаметр трубы 500. Значит, построена трасса была в 64 году. Ну, капремонт сделан частично. Один в 95-м кусочек сделан, другой там в 2005-м. То есть износ стопроцентный. Было на этих участках порядка 70 повреждений за срок эксплуатации. Впрочем, к делу городские власти подошли основательно. И, понятно, уже завтра Первомайский проспект никто не перекроет. Поэтому именно сейчас, за две недели до начала реконструкции и предвидя вопросы от автомобилистов, на сайте городской мэрии опубликовали схемы альтернативных маршрутов движения в сторону Московского района. Их, естественно, всего два. Один через вокзальную, мимо Рязани-1. Второй через пролетарскую, татарскую и подзержинки. Мы изучили транспортные потоки, построили модели в ключевых узлах. Вот на этом перекрестке, скажем так, на точках входа в зону ремонта. И, соответственно, мы проработали альтернативные пути объезда. И, наверное, все-таки для себя исключили те варианты, когда альтернативные пути объезда проходят по дворовым территориям. То есть это за плазой и где-то здесь во дворах. Мы считаем, что это нецелесообразно. Ну, плюс к этому транспортная модель показывает нам единственный оптимальный вариант. Это закрыть центральную артерию от частного транспорта и оставить только общественный транспорт. Кстати, Первомайский проспект отремонтируют не только, так сказать, внутри. По всей протяженности еще и поменяют асфальтное полотно. Так сказать, решат две задачи за раз, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу.